Второй фронт ночных бабочек. В Перми путаны решили судиться с журналистами. Почему куртизанки решили выйти из тени и поссориться с представителями СМИ? Как дамы, которые ведут свой бизнес незаконно, отстаивали свои права? Вся история в специальном репортаже Ивана Зуева. Это был рядовой полицейский рейд по выявлению притона, где скрывались пермские ночные бабочки. Судя по рекламе, в сети, в подвале жилого дома массажем занимались. Вот только бдительные соседи подозрительного заведения. Полицейским рассказали о неких дополнительных услугах сотрудниц салона. Стражи порядка решили проверить информацию. Чтобы придать результаты рейда огласке, пригласили журналистов местного телеканала. Путана взяла с журналистов 3000 рублей за свои услуги, разделась и уже была готова пуститься с мужчинами во все тяжкие. Но в этот момент в комнату входят полицейские. Веселье окончено. Далее все серьезно. Девица оказалась не из робкого десятка. Она не стала отрицать принадлежность к древнейшей профессии, а после своего задержания пожаловалась на журналистов. Это получается у нас такая неприкосновенная каста, которую, не знаю, они пытаются оказать давление на средства массовой информации, на органы государственной власти в лице полиции, прокуратуры, чего угодно и кого угодно. Жалобу проститутка написала руководству незарегистрированного в России движения секса работниц. Его лидер Ирина Маслова. Несколько лет она в интернете и, к слову, с экранов телевизоров активно вещает о необходимости декриминализации труда жриц любви. Вот только все ее призывы разбиваются о твердую букву закона. Маслова не прочь пойти на кардинальные меры. Мужчины пользовались услугами секс-работниц, а с незапамятных времен и будут пользоваться, вот пока мужской род не истребят или не кастрируют. Меня обычно спрашивают, а знаете ли вы способ борьбы с проституцией? Да, знаю. Давайте кастрируем всех мужчин. В своих интервью Маслова ссылается на опыт работы проституток далеко за пределами родины Пушкина. Например, в Мексике интимный труд частично разрешен и защищен. Девушка законно может превратиться в ночную бабочку на нескольких условиях. Ей должно исполниться 18 лет. Причем мексиканская проститутка – это зарегистрированный предприниматель. Она платит налоги, проходит медосмотр, имеет карту здоровья и работает только на себя без каких-либо покровителей. Тут уж никакой журналист не сможет обидеть даму легкого поведения и сутенерства в Мексике по строжащим запретам. Мы были настолько забиты, запуганы, выброшены на задворки общества, что мы практически постоянно на взводе. Мы в любой момент готовы дать сдачи, если на нас нападут. Проработав много лет на панели в Мехико, Кармен Муньос основала в этом городе дом для престарелых проституток. Так называемый дом красивых цветов. Власти выделили им большое здание 18 века. Сейчас здесь проживают 25 бездомных женщин разного возраста – от 55 до 80 с лишним лет. Многие больше не работают, но кто-то еще по старинке выходит на панель. Этот дом научил меня тому, что моя жизнь чего-то стоит, что у меня тоже есть чувство собственного достоинства, как и у любой другой женщины. Теперь я говорю, что женщина может потерять свою честь, но свое достоинство никогда. Вот и пермская жрица продажной любви, оставив честь в сауне, решила обрести достоинство в суде. Дамочка не на шутку обиделась, нашим пермским коллегам пришлось отвечать. А ведь могли бы решить вопрос миром. Журналистки и проститутки. Почему бы им не подружиться? Ведь всегда есть, что обсудить, есть, чем друг другу помочь. Ну и самое главное – не мешать. К слову, в истории противостояния работницы интимного фронта и представителей СМИ не оказалось ни победивших, ни проигравших. Уж слишком долго шла проверка в отношении Путаны. Пока тянулись судебные заседания, истек срок давности административного преступления. Девушка вернулась в сауну, а наши коллеги – в редакцию. Иван Зуев, Сергей Евдокимов, Андрей Семенов. Вести. Дежурная часть.